привет друзья это истинный следователь обзор внешней материнской платы гигабит гигабайт g1 снайпер а 88 x он под разъем fm 2 плюс я считаю эту платформу неудачной потому что в ней видео ядро встроенная но пол процессора занимает и толку никакого не несет потому что и ядро это видео слабая и половина процессора потеряно в итоге процессор плохо работает так что какое-то офисное офисное офисный разъем хотя он позиционировался как для всех на самом деле производительность процессора постоянно не хватает ну ладно давайте посмотрим ее детально я расскажу еще видение архитектуры строения материнских плат вот разъемчики sata в них есть защелочки чтоб цепляться места куда уцепиться они перпендикулярно это плохо потому что лучше в сторону чтобы провода не торчали здесь не мешались цветные штырьки помеченные подключения кнопок это очень хорошо другие почему-то не скопировали даже великий asus usb 20 это уже отсталый usb tpm неплохо что есть ком по моему мнению нафиг не нужен цифровой выход спиды их на дыш почему здесь звучок это хорошо дальше два оставивших пися я они нафиг не нужны уже он для каких-то устройств может быть и сойдет для тюнера звуковых карт там скорости вполне хватает это вся экспресс 4 в нем контакт как я сейчас заметил меньше видите здесь два контакта в конце это писали экспресс и маленькие и полноценный ни одной видеокарты хватает здесь отдельный звуковой чип под красивой крышечкой сам realtech 898 какой-то конденсатор и хорошие сменяемый чип для наушников как я понимаю для качества звука ну это я считаю лишний потому что все равно встроенная звуковая карта она нафиг не нужно место занимает впустую весь разъем чеки виде как качественные помеченные ночь неудобно непонятно куда чего крепить здесь usb 20 это устаревшие это usb для звуковых устройств по моему хорошая штука неплохая идея usb 30 это хорошо д сад старевшая чушь и под мышь ps тоже можно убрать уже был данным давно дополнительное питание 8 это хорошо радиатор питание процессора на вот эти части на этих деталях почему-то нет радиатора они что же греется здесь опять же питание памяти я понимаю здесь тоже могли бы радиатор поставить они ждали тоже греется usb 30 разъемчик некачественные можете его поставить обратной стороной случайно мягкий такой а у него есть ключ верху увидите нету штриха можете согнуть хотя на самом деле сделали будут щелевые такие вот намного надежнее два биоса это здорово но я никогда бирус не ломался за всю историю с материнскими платами поэтому это не нужно еще биосы просто делают вынимающиеся на кроватках здесь впаянные и usb 30 не хватило потому что картридер еще usb 30 и порты на корпусе не пришлось вставлять еще контроллер батареечка new sun летела под вентиляторы тут хорошо питание было сделать потому что часто какие-то контроллеры питания требует чтобы провод не болтался еще вентиляторы вентилятор процессора и где-то внизу еще должен быть по моему обычно внизу делают что здесь я его не вижу здесь порты 2 повернуты в сторону это хорошо но как я сказал сам чипсет давным-давно устаревший и скорость очень маленькая процессоров даже для быковых задач например видеокодирование интересно когда вентилятора внизу нету обычно где-то здесь он делают это всем какой-то так все аккуратненько такая матовая платка приятная щип контроля напряжений опять же повторю звуковухи эти я нафиг не нужны встроенные потому что если хорошую звуковуху все равно придется отдельно пихать не нужно не видео устроенных процессор не звуковуха заглушечка разъемах это неплохая идея одобряю с этой страны диатор закреплен все тоже без подтеков аккуратненько звук отделен но пирает диодики она по наставлены диодики развлекушка то есть такой офисный компьютер я бы назвал его никим игровым ну на этом все пранка ребята это был стены следователь обзор интерес к платы гигабит снайпер к 1 а 8 88 x